6.30 утра мы правда пришли за час до саши саши не сидится у нас билеты на 6.30 на автобус пришли пораньше уезжаем на гуа вначале значит это делается так вначале покупаешь билет до пангалора в автобусе 5 часов в автобусе и там из пангалора поездом в 2.30 у нас поезд и приезжаем в 5 утра я вспоминаю с утра жизнь в ашраме начинается практически в 4 утра открываются ворота в 4 утра жизни начинается потому что там люди становятся в очередь чтобы попасть маленький мандирчик на он кар медитацию практически а я думала он поедет нет что там и наш рюкзачок мешает автобус не совсем точно отправляются хотят отправляются на пять минут позже я однажды видел вообще на 10 минут раньше отправился автобус конечно шоке была дума вдруг кто задержался ну скорее всего они просто проверили билеты и те у кого были куплены билеты наверно было все занято все места и они отправились приехали четыре часа мы ехали спута партия вот это сейчас бангалор большой город мы собираемся на Куа нам надо сейчас от этого вокзала здесь айвейт от этого вокзала доехать до ешвантапура здесь маджестик называется вокзал и собрались ага собрались рикши в надежде что иностранцы а пока саши там слышу разговаривает по хинди а тут их наверно человек 7 собралось вокруг меня и такие разочарованы один другому говорит он хинду он хинди вот кто то бишь что нельзя сделать цену в 10 раз больше и как для иностранцев чемоданов у нас конечно зашибись как много раз два три 4 5 6 7 8 на мне ну так а куда он пошел есть такая услуга припейт такси называется по государственным ценам по километрам рассчитывают сколько сколько куда доехать это самая дешевая по-моему это он и получил из-за припейт из-за припейт такси а но припейт да припейт такси и контролируется полиция это припейт такси но и вот даже припейт рикша сейчас узнаем сколько стоит и сколько километров а мы не километра Семь километров, сто двадцать рупий, плюс мы заплатим побольше, потому что он помогал багаж платить, грузить Он говорит, что за каждый чемодан надо еще десять рупий Ну это нормально Да, да, там вот как раз вот бас-стенд и там автобусная путапарция Называется станция Конфековда Сегодня Индепендент Дэй? Репаблик Дэй Сегодня праздник в Индии, сегодня день республики, репаблик Дэй Поэтому трафик не очень большой Большие города, конечно, я не люблю У меня в них голова валит Много смок, движения, люди Да, вот это железнодорожная станция Вот там вот Это самое главное, центральное Ну еще есть, ой-ой-ой Еще есть подальше, где поезда отходят Вот нам надо еще монстопор Оттуда идет поезда на Гуан Бэй-ой-ой-ой-ой-ой Ну вот В Индии очень много байков, они не очень дорогие, купить можно в кредит, поэтому люди покупают. Ну и очень удобно для семьи иметь байки, там жена куда-то поехала. И в большом городе вообще необходимо, на большой машине тут будешь долго ехать, а на байке манебельные такие. Банана лифт, это для мероприятия, для ресторана? А, банановые листья, продают для ресторанов, они кушают как на тарелках, на банановых листьях. Да, я помню, нам приносили талии, это рит с разными овощными раку, там еще что-то плали на банановые листья. Вот он, припейт такси, фиксированная сумма. Вот они. Дают такую бумажку, 119 рупий мы заплатили. Что я делаю? Ты не нужна? Нет, я не нужна. Георгий. Продолжение следует...